День. Вы не представляете, насколько мы рады всех вас видеть в нашем пресс-центре. Понемножку жизнь налаживается, и мы возвращаемся в нормальный очный режим. Очень приятно нам, что газета «Наш пресс-нарский край» становится традиционной площадкой, где происходит объявление о старте конкурса «Поле золотой сезон». Еще более приятно, что в этих непростых условиях к нам лично прибыла Виктория, в которой мы так любим себя встречать, и не в онлайн-режиме это происходит, а происходит вживую. Поэтому с большим удовольствием передаю слово директору по связи с общественностью компанией «Поле золотой сезон» Виктории Васильевой. Виктория, добрый день, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Коллеги, здравствуйте. Очень рада тоже вас всех видеть. Для понимания, у нас тоже вот только-только начались командировки. У нас в командировке разрешается летать только людям с антителами. Поэтому, соответственно, я счастливая обладательница антител после прививки. Сразу прорекламирую. После прививки, которую я сделала в дыбре-декабре. Вот, поэтому у нас тоже начался, наконец, рабочий сезон перемещений, и это важно. Сегодня радостное событие для всех нас, потому что мы говорим о старте нашего шестого уже регионального конкурса театральных коллектива «Поле золотой сезон». Мы очень рады, что наш Красноярский край с нами большую часть лет этой истории. Мы очень надеемся, сразу скажу, что вы станете информационными партнерами нашими в этом году. Ну, коллеги, конкурс интересен тем, что почти, ну, всегда каждый год в числе семи победителей, иногда восьми, если жюри растерялось и не знает, кому дать все призовые места, обязательно есть два-три театра из Красноярского края. Я скажу по секрету, так как это четыре региона нашего присутствия, Красноярский край, Икутская область, Магаданская область и Республика Саха-Якутия, жюри обычно сложно выбрать только три театра из Красноярского края, поскольку мы просто просим их соблюдать паритет и все-таки из каждого региона хотя бы один театр отметить. Потому что мы знаем, что Красноярский край на театральной карте – это всегда совершенно отдельное, выдающееся место, где много театров, не то, к чему мы привыкли, театров в самой столице субъекта Федерации, но и театров малых городов, и это совершенно замечательно. Мы обожаем театр из Лиссисибирска, который у нас, по-моему, практически регулярно, если не победитель, то в списке. У нас неоднократно в нашем поле «Золотой сезон» участвовал ваш театр из Матыгина, соответственно, совершенно уникальный про корифеев, классические театры, а именно театры имени Пушкина и ТЮЗ. Я просто не говорю, они регулярно подаются, и, опять же, не всегда жюри присуждает им победу, просто потому что надо, чтобы иногда побеждал кто-то другой. Поэтому мы объявляем этот конкурс, прием заявок до 30 апреля, объявление победителя, мы сейчас вот с коллегами ехали и смотрели, это будет начало июня, скорее всего, 8 или 9 июня. Я надеюсь, что все будет хорошо, я снова прилечу к вам и расскажу, кто в этот раз выиграл из Красноярских театров. В этом году, что интересно для Красноярска, вы знаете, что у нас обычно конкурс, профессиональное жюри, а в итоге победители получают не только грантовую сумму в 6 миллионов рублей разделенную на тех, кто победил, но и участвуют в каком-то фестивале, где могут, во-первых, пообщаться с коллегами, представить свои спектакли, но главное поучиться, потому что на каждом фестивале мы делаем большую образовательную программу, и в этом году территория пройдет в Красноярске, финальная. И это будет ноябрь. Мы посмотрели на богатую событиями, в том числе театральными, на богатый календарь в этом году в Красноярске, и поняли, что для нас осень, а кошка осенью откроется только в ноябре, потому что до этого у вас все расписано, год обещает. Не буду рекламировать и заниматься продакт-плейсментом для других мероприятий, но тем не менее у нас это будет, скорее всего, середина ноября, ну либо середина, либо последняя неделя ноября, более точно мы сообщим чуть ближе к делу. Как всегда, финал – это три спектакля театров победителей очередного конкурса «Поле золотой сезон», и как минимум три спектакля различных совершенно победителей из «Золотой маски», других конкурсов, чаще всего из Москвы, но иногда что-то там, возможно, из Санкт-Петербурга, возможно, из других регионов. Сейчас интересно что-то привезти, а все-таки там даже после той же пандемии у меня ощущение, что все театры соскучились по зрителю, по возможности куда-то поехать, поэтому я думаю, что у нас с подбором программы особенных проблем не будет. Я думаю, что мы программу более-менее точно, как раз фестиваля, объявим, когда будем объявлять победителей конкурса «Поле золотой сезон», что будет логично, чтобы было ясно, кто точно приедет в Красноярск. Все остальное совершенно стандартно. Мы в большей степени приветствуем театры малых городов, просто потому что для малых городов театр – это всегда самое знаковое, как правило, культурное учреждение города, вокруг него социокультурная среда, да на самом деле вся городская среда тоже развивается. Мы всегда поддерживаем театры, которые помимо своей непосредственной деятельности, то есть помимо показа спектаклей, обязательно поддерживают еще некую, ну, высоковарное слово – социальную миссию, но на самом деле поддерживают определенную активность, которая помогает вовлекать жителей в города. Я знаю, что, опять же, многие театры малых городов любят экспериментировать с новыми формами современными, а именно иммерсивный театр, когда зрители вовлекаются, либо когда, например, пьесы, ну, то есть основа для театральной постановки собирается, уж я не знаю, там, из городских легенд, городского фольклора интервью истории жителей города. Это тоже, на самом деле, сейчас все больше и больше входит в практику, и я думаю, что если для больших городов это такая, в общем, сложно воплотимая практика, то для малых городов это, конечно, уже вполне себе объективная, наверное, история, которую они тоже могут сделать. Поэтому мы в первую очередь приглашаем театры из малых городов, было то, что в Красноярском крае их много, но на самом деле мы приглашаем все театры, потому что в прошлом году, дело в том, что мы наш пятый юбилейный конкурс «Поле золотой сезон» в 2020 году сумели таки провести, несмотря на ковид, просто потому, что заявки подаются в видеоформе, потому что нам театры присылают, соответственно, видео со спектаклем, созданным за последний год, ну, то есть с новым спектаклем для взрослой аудитории, и далее там заполняют анкету, рассказывают о своих социальных проектах. То есть это все было возможно, ну и плюс жюри отсматривает, соответственно, видео, поэтому это все было возможно провести в удаленном формате. И у нас в прошлом году в том числе среди победителей было два театра из Красноярского края, это был, как я уже говорила, театр имени Пушкина и театр из Лесосибирска со своими спектаклями. Ну, так я бы сказала, уже традиционные победители нашего конкурса, но тем не менее мы на самом деле очень рады, потому что в любом случае для участия в конкурсе, как я уже сказала, нужно выпустить как минимум один спектакль на достаточно современной основе, ну, по крайней мере, по форме, это литературная основа, драматургическая может быть любой, за последний год, это означает, что у театра все хорошо с репертуарной политикой, все живо, все пробуют новые формы и так далее. И, соответственно, в прошлом году, как я уже сказала, конкурс прошел, но вот провести территорию мы по объективным причинам не смогли, потому что все было закрыто, и поэтому наш театральный фестиваль «Территория Иркутск» состоится буквально через два месяца, с 17 по 23 мая в Иркутске, и как раз туда поедут и театром из Лесосибирска со своим спектаклем, и туда приедет делегация на саму, так скажем так, образовательную программу от театра Пушкина, поэтому мы обещаем тоже направлять материалы, рассказывать, что у нас было, будет в Иркутске, как выступили Красноярский театр, я думаю, что это будет все достаточно интересно. Коллеги, ну вот, наверное, если коротко, то все, теперь вопросы. Коллеги, если можно, представляйтесь, пожалуйста, и наш вопрос. Называйте себе средства массовой информации, не стесняйтесь. Если кому-то потом нужно будет на камеру чего-нибудь наговорить отдельно. Прошу. Алик Красноярский, Грия Акцина, меня зовут. Скажите, пожалуйста, жюри, расскажите о них. Жюри у нас, как всегда, предоставляют наши партнеры из театрального фестиваля современного искусства, школ фестиваля «Территория». Коллеги, ну поскольку коллеги являются профессионалами в театральном деле, в том числе и в оценке театров, поскольку многие сидят и в жюри «Золотой маске» и так далее. Жюри возглавит, как всегда, Роман Должанский по традиции, он очень болеет нашим фестивалем тоже в рамках своей территории. Пока составы жюри коллеги нам дословно не представили, я думаю, что мы сделаем отдельный релиз, как только все подтвердятся. Потому что понятно совершенно, что в последний момент заявки соберутся к 30 апреля. Я думаю, что вот как мы соберем все заявки, будет релиз по окончанию сбора, и мы представим жюри дословно. Но Роман Палыч возглавит, как всегда, комиссию. Спасибо. Спасибо. Вопросы, еще вопросы поделите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а как правило, на какое количество в цифрах участвуют региональные театры? Вы знаете, мы начинали со скромной цифры из четырех регионов, где-то чуть больше 20. В прошлом году, когда у нас был пятый фестиваль, у нас была рекордная цифра 36 театров участников. Это было совершенно потрясающе. Я подозреваю, что вот, ну, больше 30, наверное, будет точно, больше 36 не уверена, просто потому, что, как я уже сказала, условия создать спектакль за последний год. Понятно, что в условиях пандемии, когда все были закрыты, не у всех была возможность даже репетировать. Московские театры сидели плотно до августа, вообще безо всего, и все премьеры подвинулись сильно. Поэтому я думаю, что у театров во всех российских регионах аналогичная ситуация. Но мы ожидаем, что вот где-то порядка 30 участников у нас будет. Причем в прошлом году, что было интересно, ну, конкурс проводился на начало пандемии, у нас даже приняли участие несколько народных театров. Три театра, не имеющих статуса профессиональных, из Иркутской области, представили свои спектакли. Понятно было, конечно, что народным театрам невозможно состязаться с профессионалами, что называется, на равных. Тем не менее, мы отметили два театра и пригласили их в составе небольшой делегации, из трех-четырех человек от каждого театра, приехать на фестиваль территорию. И, опять же, если будет такая практика, вдруг кто-то из Красноярских народных театров, из Красноярского края, решится заявиться, то я думаю, что мы их тоже с удовольствием, как бы вне зависимости от того, какое место они займут, мы, безусловно, их делегацией почрим поездка к нам сюда, на фестиваль территории Красноярска, потому что, на самом деле, это тоже совершенно потрясающая история, когда люди, не профессионалы, отдаются этому делу так, что, ну, по крайней мере, имеют новые постановки, которые можно выдвигать на конкурсы, но и потом всем полезно поучиться и действительно повариться в этой профессиональной среде театра. Спасибо. Участвуют только взрослые театры? Да. Потому что, ну, во-первых, мы рассматриваем театры только для взрослой аудитории, и мы вот, опять же, на фестиваль территория Иркутск для зрителей первый раз проводим эксперименты в Иркутск, привозим детский спектакль, но, тем не менее, это исключительно история для зрителей, чтобы посмотреть, пока в программу мы их не включаем. Поэтому это взрослые театры, как мы уже выяснили, не только профессиональные, но взрослые труппы для взрослой аудитории. Спасибо. Ну, Виктория, Светлана Комсомольская-Правда, Вы сказали, что есть и профессиональные театры, есть и народные театры. Вот все-таки победителей шесть? Семь. Семь. В прошлом году у меня даже было ощущение, что восемь было. Жюри не смогло решить. Как они выбираются? Какие критерии? Потому что, ну, слишком большой разброс. Да, безусловно. Как я уже сказала, что у народных театров есть возможность в данном случае исключительно по олимпийской системе, то есть просто принять участие. Соответственно, мы их поощряем, что называется, за тягу к победе и просто за желание включиться в соревнования вот этим приездом. Если говорить о профессиональных театрах, то так как смотрят профессиональные жюри, ну, насколько я понимаю, они оценивают, безусловно, выбранные драматургические материалы. Форму постановки, поскольку изначально сам фестиваль «Школа-территория», тот, который в Москве, вот, соответственно, уже в 15 лет, в этом году будет 16-й раз проводиться, он начинался и продолжался как театр современного искусства, то я так понимаю, то, безусловно, жюри обращает внимание на современные формы, современную интерпретацию, даже если драматургическая основа вполне себе классическая. Я думаю, что по большому счету, ну, понятно, что, как любой жюри и как любая история театральная, ну, я не буду использовать в открытую такое уже набившее оскомину слово «вкусовщина», но на самом деле, вот, к большому счету, ну, жюри нравится? Хорошо. Жюри не очень нравится? Ну, вот, ничего не поделаешь. В этом, на самом деле, стезя всего театрального искусства. Я вас уверяю, когда отсматривают спектакли в разных номинациях на «Золотую маску», примерно та же самая история. Насколько спектакль в тренде, насколько интересно. Я думаю, что в любом случае жюри оценивает, ну, во-первых, мастерство, безусловно, актерское, но надо сказать, что оно в России по большому счету очень высоко. Вот, опять же, мы это увидели на уровне наших региональных конкурсов. Я думаю, что оценивает, вот, вот, называется, целостность, замысла его воплощения. Вот о чем хотели сказать? Что получилось? Что из этого зритель видит, слышит, чувствует? И что этот спектакль до него доносит? Я думаю, вот так. Опять же, мы только организаторы. Ни в коем случае в театральный процесс не вмешиваемся. Поэтому для нас такой же сюрприз, когда нам выкатывают список победителей. Я только бдительно смотрю, что просто все-таки из каждого региона хотя бы по одному театру в шорт-лист вошли. Ну, просто потому, что это правильно. Но, опять же, Красноярскому краю, у которого несколько десятков профессиональных театров, на равных соревноваться с Магаданской областью, где профессиональных театров на всю область два. Это Магаданский областной музыкальный драматический театр. То есть он делает все. И, соответственно, Магаданский театр кукол. То есть у коллег их всего два. Поэтому кто-то из них обязательно участвует и не отметить просто как минимум неправильно. Поэтому понятно, что там очень широкая палитра театров в Иркутской области. Как ни странно, ну, это бы, наверное, странно для человека уже не посвященного в процесс, но совершенно потрясающая театральная карта у Якутии. У нас неоднократно в нашем фестивале, по крайней мере, в шорт-лист попадал театр из Мирного. Я точно знаю, что минимум на двух фестивалях они у нас были, в том числе и, соответственно, в Красноярске, когда у нас была первая территория Красноярска здесь. И что самое интересное, наверное, еще... А, ну, в прошлом году, нет, вернее, получается, в девятнадцатом году у нас победил один из якутских театров, причем из самого якутска, который играет на национальном языке. То есть театр шел с субтитрами. На самом деле было очень красивое зрелище, совершенно-совершенно завораживающее, очень интересно и с точки зрения сценической, и с точки зрения накала страстей. Как раз мы его привозили на территорию Магадана в 2019 году. Поэтому, как я уже сказала, у нас вот четыре региона, три из которых очень богаты на театральную традицию, а Магаданская область просто молодец, потому что два театра, и они регулярно в этой истории участвуют. Уточнить, пожалуйста, и победители из других регионов красноярцы тоже смогут увидеть в ноябре? Да, обязательно. У нас в рамках территории Красноярск первые три вечера будут показаны спектакли, которые победят в полюс «Золотой сезон». Соответственно, это будет три театра. Я подозреваю, что обязательно среди них будет хотя бы один театр из Красноярского края. Но тут уж, как я уже сказала, это вполне себе предсказуемая история. Единственное, мы не знаем, кто. И не знаем, с каким спектаклем. Но я уверена, что в любом случае это будет интересно. Потом опять же, театры из малых городов Красноярского края не так часто приезжают в Красноярск. Всегда вопрос перелета, переезда, денег. Мы считаем, что для нас важно, что этот грант пойдет в том числе и на то, чтобы люди приехали, показали свой спектакль более широкой публике, чем публика их маленького-маленького города. Понятно, что в этих малых городах народ ходит в свой театр, но это уже, я бы сказала, такая добрая традиция. Но надо все-таки, чтобы их смотрела более широкая аудитория. Спасибо. Спасибо. Коллеги, что вопросы? Коллеги считают, что из черпу мы будем помочь. Мы бодро с вами ответили на все вопросы. Да, если надо что-то там подснять, говорите, да, у нас с вами еще минут 10-15 есть. Абсолютно. Спасибо. 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 Спасибо.